Беседа про охоту А я говорю, что от медведя нужно за деревом прятаться Он тебя догоняет, лапами дерево обхватывает Ты шнурок снимаешь с ботинка, лапы ему завязываешь И все, делай с ним, что хочешь Да ну ерунда, грубо все это, лаской надо, лаской Вот я сейчас тебе случай расскажу Я лучше на каранге рыбачил Сеть стояла у меня такая средненькая Но все равно ячая где-то на 120 Подхожу на лодочке и начинаю потихонечку проверять Вначале думаю полено, а ближе к подтазке вижу таймень А здоровый, даже по глазах еще не ушел Только кончиком морды И вижу, что вживой сейчас уйдет Думаю колотушкой ударить Да колотушка как-то дело маленькая Думал ножом его воткнуть Да гляжу на это таймень, это мой ножик Я рукава засачиваю под него По пузу его погладил Он расслабился такой, глазки закрыл И его хоп за хвост и в лодку Байки по байке И каких только историй не наслушаешься в тайге Глупый скажет в раке и обидится Умный посмеется и расскажет байку Так начинается самое азартное соревнование рыбаков и охотников Кто кого переврет Я хапа тормозу, уазик встал И я лбом бах сигнал там Байки рождаются в буйных головушках И разносятся по свету Как семена репейника на птичьих перышках Каждый следующий рассказчик Привносит в историю что-то свое Сокровенное, личное И передает ее дальше по цепочке Вот здесь-то и начинается Самое интересное Перерождение вымысла в правду Ведь что есть правда? То, что все считают правдой В этом парадокс, которым многие любят пользоваться Иногда эти байки, дополненные сотнями рассказчиков Возвращаются к своему родителю В виде такой вот правды И он верит в нее сам И в подробностях вспоминает ту ситуацию Которую когда-то выдумал Воистину человеческая голова Самое смешное изобретение природы Ну это ты вреваешь Как же я тебе говорю? Зуб даю Везет некоторым журналистам Что не командировка То сенсация А мы вот уже четвертый год из леса не вылезаем И ни одной сенсации Хватит Теперь у нас будут только сенсации Начиная с сегодняшнего дня Красота По нашим данным Самое большое количество встреч неопознанных летающих объектов Фиксировалось именно в Хамар-Дабане Свидетели описывают форму и размеры летающих тарелок Количество инопланетян, выглядывающих в иллюминаторы И даже расписание их полетов Туда-то В таинственный Хамар-Дабан Мы и отправились Для того, чтобы на своей шкуре проверить Что это за инопланетяне Повадились любоваться красотой наших гор Субтитры создавал DimaTorzok Поиски длились недолго Уже на второй день мы обнаружили странное освещение На дне одного из Хамар-Дабанских каньонов Вот, пожалуйста, НЛО Здесь они часто встречаются Туристы их часто снимают, в газеты отправляют Вот нам тоже посчастливилось снять Один из неопознанных летающих объектов Вот классический Он здесь всегда такой Бывает еще вот такой формы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горная метеостанция Хамар-Дабан Доблесно трудятся русские метеорологи Вдали от дома и цивилизации У Андрея сегодня выходной Он отправляется в тайгу проверять капканы Не везет Андрею Летающие тарелки распугали Соболя Да и Соболь-то здесь особенный Готовы на самом гибриды У нас кошки на станции с ними скрещиваются В основном, когда в воде станции гибриды бегают Мы их шибко не ловим Они пестрые, рыжие там Не поймешь, какие От кошки смеют с кошкой Метеорологи Хамар-Дабана Славятся мастерскими байками Чтобы так закрутить Да еще и не приврать Это уж высший пилотаж Вот, к примеру, было дело Это вот у нас знаменитый колодец У нас тут работал деда Боря Демин Раз он пришел с рыбалки здесь Пришли туристы, немцы Переводчик говорит Где вы взяли рыбы? Он говорит Так а где? У нас же подземная вода сюда подходит Тут поймал Только что вытащил с колодца Ну те тут сфотографировали Все его тут переводчик им перевела Ну и все Потом показывают, что этот Это присылает газету Оттуда, за границей Вот там колодец И вот посмотрите, как ловят рыбу В горных колодцах Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас Опа! Хорошо зацепилось-то Смотри Хороший колодец Ничего, мужики, блин, подфартило вам Ни хрена Мы, сколько рыбачим Ничего не в одном глазу Да, нормально Ну ладно? Нормально Что, еще пробовать будем? Может, сеть туда поставим? Черт возьмем Удочка, это долго таскать Маленький, наверное, есть там еще осталось Воды-то мало осталось Видать, какие-то три остались Да Вот это колодец, я понимаю Вот это да И вправду какой-то бермудский треугольник в этом хамардабане Рыба в колодце – это еще что? В это еще можно поверить Но рыба оказалась селедкой И селедка эта оказалась соленой Точнее, малосольной Сам пробовал Зуб даю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин